У него есть там три соавтора, значит, Зайцев-Хитин и Кумбус-Кар. И тема его доклада – техническая эффективность и неэффективность, ошибки и спецификации вот этого самого метода стахаристической границы. Пожалуйста, Анатолий Абрамович, вам слово. Спасибо, Виктор Миллер. Сейчас экран свой буду показывать. Весь экран проще. Все отлично. Видно, да? Да, да. Видно, можно покрупнее даже сделать. Нет, почему? Могу. Это полный экран. Здесь все хорошо. Хорошо, спасибо. Значит, тут большой математики в этом докладе нет, я поэтому сразу немножко хочу, чтобы не было разочарования. Но Виктор Миллерович попросил меня рассказать в том числе некоторую историю вопроса этого. Ну, и полный текст доклада есть как МПРА, в архиве есть. И все это началось 70 лет назад, в 50-х годах, понятие технической эффективности, как теоретическое понятие, когда Купенс, Дебро и Шепард, они обсуждали, что является технической эффективностью. И Купенс сформулировал следующее, что предприятие, производитель технически эффективен тогда и только тогда, когда невозможно производить больше продукта без использования больших средств производства, больше инпутов или не уменьшив производство другого продукта. Ну, это что-то похоже на границу Парета, только зачем, казалось бы, для такого тривиального понятия вводить новый термин? Нет, что-то это техническая Парета, а не экономическая. Ну и что? Нет, тут есть разный аспект, но это такая вот граница производственных возможностей. Да. Вот, но как ее измерить? Вот у вас есть предприятия, они что-то производят, там вы можете балансовые отчеты смотреть, но как измерить, как сравнить эти предприятия, какие из них более эффективные, какие менее эффективные? И другой вопрос, можно ли управлять этой эффективностью? Вы можете ли сказать, что вот, что нужно изменить, какие параметры надо изменить? Может быть, размер предприятия, может, там, состав директоров, там, я не знаю, возраст, мужчины и женщины, может быть, еще какие-то параметры, всевозможные, для того, чтобы повысить эффективность, техническую эффективность. Но, опять-таки, стоял вопрос, как ее измерить. Позже, в 1977 году, вышло сразу две статьи, вот они здесь есть, Мессен и Ван дер Брок и Айнер, Ловел и Шмидт, где была предложена модель, кинометрическая модель для измерения этой технической эффективности по набору данных. Значит, вот модель написана, Y равняется F от X β, Y – это output, X – это труд, капитал обычно, если это обычная производственная функция. Ну, обычно это все в логарифмах, но здесь без логарифмах написано. И умножить на еще некоторую величину, которая называется техническая эффективность. И это номер предприятия, да. И это номер фирмы. А считается, что выпуск – это скалярная величина? Здесь, да, в простейшем варианте выпуск – скалярная величина. Это легко обобщается, когда их несколько выпусков. Ну, я давайте не буду это сейчас. Это тогда просто в правую часть можно включить еще остальные выпуски. Говорит, что при фиксированных остальных выпусках давайте посмотрим, кто производит больше этих выпусков и прочих фиксированных. Ну, это незначительное усложнение модели. Но главное, все это умножается, вот, пожалуй, я карандашик возьму, умножается на техническую эффективность. И техническая эффективность – это величина от нуля до единицы. Значит, если единица, то предприятие находится на границе производственных возможностей. Вот уже с этими инпутами больше нельзя произвести. А если оно меньше единицы, то, значит, производит меньше, чем могло бы быть как бы. Ну, а как смоделировать эту техническую эффективность? Ну, и как обычно в эконометике, поскольку мы не знаем, чему она равна, мы считаем, что это случайная величина. Ну, она должна быть положительной, поэтому и от нуля до единицы, поэтому экспонента какой-то случайной величины. И тут случайная величина, и это пока обычная. Что необычное для эконометрии, когда мы представляем это случайное величину в виде композиции двух слагаемых. В – это симметрично, это случайный шок какой-то. Ну, если это, скажем, агропромышленные фирмы, это случайная, там, погода случайно в этом году не та случилась, и все. И поэтому какой-то случайный шок, который может быть и положительным, и отрицательным. А вот U – это неэффективность. И U моделируется как некоторая положительная случайная величина. Опять-таки, как обычно в эконометике, все, что мы не можем измерить, мы загоняем в ошибку. На чью – это положительная случайная величина, а в – это симметричная случайная величина. И это такая замечательная модель, так, кстати, вы можете… Анатолий, у меня сразу дурацкий вопрос. Но ведь эта штука не будет между нулем и единицей? А экспонента? А, экспонента? Да. А, экспонента, может быть, и будет, действительно. Но почему меньше единицы? Она действительно больше нуля? Больше нуля, почему меньше единицы, не ясно. Но почему меньше единицы? Это как-то, по-моему, ни при каких U нельзя достичь того, чтобы… Нельзя ли какой-нибудь пример, что такое, технически неэффективность, какой-нибудь пример повести? Нет, сейчас. Пожалуй… Давайте сначала, последовательно. Нет, пожалуй, я тут опечатку сделал. Вот здесь надо еще написать на E в степени Вейта. Ага. Сейчас. Спасибо. Я смотрю на буквы, я читаю эту букву как Ню, а не как В. Ну, ладно, пусть В будет как Ню. Знаете, мне тоже так кажется, но я ее печатаю как В, а выглядит она как Ню. Ну, хорошо. Ладно, пускай будет В. Ну и что? Ну и почему это меньше единицы? Нет, вот E в степени минус U меньше единицы, а здесь еще умножается на E в степени В. Да, понятно. В – это случайный шок, может быть, в обе стороны, а E в степени минус U точно от нуля до единицы. Спасибо. Хорошо. Есть приятно, когда есть внимательный читатель. Хорошо. Конечно, здесь E в степени минусу техническая эффективность. Но, опять-таки, как это измерить? И те же самые авторы вот этих статей, они говорили, что ну да, тут, конечно, можно прологарифмировать, и будет обычная, если это коп-дуглоса функция, обычная линейная регрессия. Одна случайная компонента будет V минус U. Мы можем оценить, например, методом наименьших квадратов, но мы можем оценить V минус U, остатки этой регрессии. Но, к сожалению, они писали, невозможно разделить вот это вот. Вот. И это продолжалось до тех пор, до 80... Все-таки нельзя пояснить, возвращаясь к этому, значит, что за этим стоит? Что означает неэффективность? Неэффективность. Это означает, ну вот, представьте себе, что у вас есть фирмы агропромышленные, и V это случайные погодные колебания, а есть менеджер в фирме, который принимает какие-то решения. И вот одни менеджеры принимают хорошие решения, и тогда выпуск большой, а другие менеджеры менее эффективны, они неудачные решения принимают. Может, у них образование меньшее, или еще что-то. Поэтому это качество менеджмента, например, сюда включается, а измерить его мы не можем. Это не является уровнем образования, или еще чем-то. То есть, Анатолий, они не в курсе своих технологических возможностей по существу? Так, да? Не понял, что значит они в курсе? Те, кто принимает плохие решения, не в курсе своих технологических возможностей. Мы предполагаем, что у ИТ это положительная величина, УИТа это положительная величина. Положительная величина. Это неэффективность. Да, значит эффективность наступает, когда у Е равно 0, да? Ну да. Правильно? Значит, мы считаем У равно 0. Когда У равно 0, да. Когда У равно 0. Когда техническая эффективность, это Е в степени минус УИТа, когда это равно единице, или когда У равно 0? У равно 0. сейчас ну а как нам себе это сделать вот у нас есть ряд предприятий и и что они одинаковые значит у них как бы вроде как они отличаются параметром технологий ну и вот я так и до конца не очень понимаю значит ну чтобы говорить о неэффективности ночь нам нужно представить себе что значит что значит эффективность почему как мы добиваемся того что если у я равна нулю то это будет эффективность это же так не очень ясно но это если у это равно нулю то вы находитесь на границе производственных возможностей значит вы не можете производить больше а вот если вы это больше нуля то вот есть какие-то другие фирмы которые могут производить больше при тех же иксах при тех же импутах эффективность или эффективность здесь выявляется в сравнении с другими фирмами вот совершенно верно они сам себе что у нас в каком-то смысле все фирмы не эффективны мы этого не заметим нет не заметен на этого не заметим но это совершенно верно тоже но мы заметим что некоторые фирмы эффективнее других при прочих равных они тратят столько же труда и столько же капитал но производят почему-то больше продукции таким образом здесь речь идет строго говоря не абсолютной эффективности относительно эффективности фирм безусловно таким образом мы имеем ряд фирм у нас каждый фирме соответствует свое бета и свое бета одно и то же свое x и т и свое у и т и вот значит чем у нас больше уиты чем менее эффективный фирм да совершенно верно и сюда еще включается то что обычно в производственной функции не включается вот эта возможность случайных отклонений в и т случайное отклонение от оптимальных границ и которым никто не управляет это случайные шаги просто вот тогда дальше и так вот эти вот люди которые изобрели такую модель не сказали что к сожалению вот мы можем про логарифмировать и у нас получится просто обычное уравнение x бета плюс эпсилл x это логарифмы там труда и капитала функции коба дугласа мы можем эпсилл нацепить как остатки регрессии методом наименьших квадратов но разделите эпсилл на вы и у мы не можем вот и это продолжалось до 81 года пока был конгресс какой-то экономический в москве эти люди приехали в москву а в цеми в это время был аспирант выпускник экономического факультета мгу матеров по моему правильного дарения и возможно кто-то его из присутствующих еще и помнит а может мне я его не помню это было раньше я тоже не знаю вот и он учился у него был курс статистики он сказал ну что же так сказать конечно мы можем оценить у потому что если у вас есть распределение в и у и вы его предполагается независимы вы можете найти распределение у при условии эпсилл и эпсилл условное распределение просто форму null если у вас есть скажем полу нормальное распределение экспоненциальное распределение какое-то и тогда в качестве лучшей оценки у мы можете предложить скажем математим условное математическое ожидание у при условии ε псалл он все равно не знаете но вместо любовца подставить оценку семцу остатки регрессии и получите оценку для у ну и да кстати вот эта вот две работы которые вышли в 1981-1982 году, на самом деле то, что предложил Матеров, там было не сколько мотожидания, сколько моды этого распределения в качестве оценки для У. Но позже это и мотожидание вычислили. Предложены были явные формулы для случая, когда В нормальная с параметром 0 сигма квадрат, а У, скажем, полунормальная с параметрами 0 сигма квадрату, или экспоненциальное, или гамма распределение. И во всех этих случаях можно было получить явную формулу, как вот это математическое ожидание У, условное, зависит от параметров распределения и от, конечно, остатков регрессии. А распределение мы можем найти из данных, которые есть? Или мы должны предположить, что оно какое-то? Нет, нет, это как всегда вы навязываете какую-то модель на действительность. То есть вы навязываете, что ВИТ это нормальные распределенные шоки случайные, а У вы навязываете, что это полунормальное, или гамма, или еще какое-нибудь экспоненциальное распределение. То есть вы навязываете действительности какую-то модель, поскольку вы не знаете, как действительность устроить. Мне в конечном итоге нужно распределение еще Эпсилен. То есть, если я определил распределение В и У, то тем самым распределение Эпсилен тоже. Да, конечно, потому что это распределение суммы двух независимых случайных величин, функция плотности легко вычислиться. Понятно. Вот. И это был некоторый прорыв в этом деле, потому что после этого все обрадовались, можно на реальных данных оценивать это У для каждой. А те, кто предлагали этот метод, они что-то не видели, что... Что можно вот явной формулой сделать. Вот до Матерово они не видели. Интересно. У них, возможно, были более слабые знания математической статистики. Ну, 4 года всего прошло, не так много, может быть. Понятно. Вот. И вот это вызвало взрывообразное распространение этого метода. И он стал называться SFA, Stochastic Frontier Analysis. Взрывообразное распространение этого метода. И не только, значит, распространялись математические методы, различные модификации, усложнения этой, в общем-то, несложной такой идеи. Масса прикладных работ, где исследовалось, какие банки более эффективны, какие там фирмы, производящие там пшеницу более эффективны, или фирмы в Норвегии, которые производят молоко, более эффективны. Или какие профессора более эффективны. Или какие университеты более эффективны. Или какие спортивные команды более эффективны. А как быть профессорами, чтобы... Профессорами очень просто, как в этой модели. Вам нужно только определить, что является input-ами, что является output-ами. После чего вы уже готовы оценивать эффективность. То есть вы, скажем, говорите, что вот в качестве output-а я возьму количество работ, публикаций, а в качестве input-ов, ну, скажем, зарплата, площадь офиса, там еще что-нибудь, какие-то затраты на этого профессора. Если это университет, то там немножко сложнее. Вы можете в качестве output-а взять количество студентов, выпущенных в станет. Тут там тогда Y обычно многомерное. Количество выпущенных магистров, аспирантов, там, бакалавров и количество печатных работ. А в качестве X стоимость зданий, сооружений, зарплату профессоров, зарплату прочего персонала, какие-то операционные расходы и так далее. И определять, вот, какой университет при прочих равных производит больше студентов или больше работ. Но вот тут надо заметить, что и про банки это очень большая литература про эффективность банков, но с банками это еще интереснее. Смотрите, когда вы смотрите на банк, вы можете сказать, хорошо, что является результатом работы банка. Выданные кредиты, скажем, и Y это кредиты, а X? X это, скажем, привлеченные депозиты, зарплаты сотрудников, стоимость оборудования, там, зданий, сооружений. Тогда вы считаете, что банк это машина, которая конвертирует депозиты в кредиты. Короткие деньги в длинные деньги. И некоторые банки это делают более эффективно, с меньшими затратами, некоторые с большими, так сказать, затратами на оборудование и на персонал и так далее. С другой стороны, вы можете сказать, что депозиты – это тоже продукт деятельности банка. Банк обслуживает население. И сказать, что тогда Y – это и депозиты, и кредиты. А X – это вот все то, что было перечислено. И тогда это будет другая точка зрения на банк. А что значит и депозиты, и кредиты? Это двумерный вектор? Двумерный вектор Y, да. Что продуктом, выпуском банка являются депозиты и кредит. Продолжение следует... Происходит следующим образом, что вы фиксируете одно из Y и смотрите в этой же модели, включаете одно из Y в правой части, и максимизируете, да. Но фактически это означает, что вы как бы... Вот есть граница, и вы можете смотреть вот в этом направлении эффективность или вот в этом направлении. Да, это одно. Вот. Это одномерный случай. Да. Ну, как бы, тем не менее, вы трактуете, что Y – это два выпуска. И таким образом вы получаете разные оценки эффективности того же самого банка. С какой стороны вы на него смотрите? Как на машину, которая депозиты преобразует в кредиты, или на машину, которая производит и депозиты, и кредиты, и, может быть, еще обслуживание предприятий, тоже функция банка, там, расчетные счета и так далее. И поэтому, в зависимости от того, какая у вас точка зрения на деятельность банка, у вас могут быть разные оценки его эффективности с разных точек зрения. – Анатолий, можно вопрос? Но депозиты и кредиты, разве это не однопорядковые или, уж совсем сказать, равные вещи, нет? Откуда я могу давать кредиты, если у меня не будет депозитов? Зачем мне депозиты, если я их не дам кому-нибудь? Что мне с ними делать? Только проценты выплачивать вкладчикам? – Можно у Центробанка взять кредит, без депозитарной базы. – Да-да, кредиты… – А на чем вкладчики вообще нужны? – Нет-нет-нет, кредиты действительно не сводятся к использованию депозитов только одних. Можно брать кредиты у других банков, у Центробанка и так далее. Поэтому нет такого равенства, что депозиты равны кредитам. – Они не равны, и потом обслуживание населения тоже важная функция банка просто. – Хорошо, давайте вперед. – Это другая функция совсем. – Да, поэтому с разных точек зрения оценивается эффективность. Вот, это теперь некоторый обзор, то, что у меня не будет дальше использоваться, но просто чтобы понять, как дальше развивалась эта идея. – Да, и немножко я про оценивание этой модели. Вот как оценивать такую модель? И тут были разные исторические способы оценивания. Вы можете просто оценить методом наименьших квадратов. Это, в конце концов, если это функция Коба Дугласа, то оцениваете линейную функцию здесь. Оцениваете методом наименьших квадратов, получаете остатки и подставляете в это уравнение. Ну, надо еще, конечно, оценивать σU, σV. Но сейчас это оценивается методом максимального фронтоподобия, поскольку вы знаете распределение ε, сложная функция плотности, но она зависит, явная формула для нее зависит от σV и σU. Для таких пар, как нормальная экспоненциальная, нормальная гамма или нормальная полунормальная. И методом максимального фронтоподобия это легко оценивается, и оценки точности, это все, так сказать, мощь метода максимального фронтоподобия используется. У меня все-таки вопрос. Когда мы проводим расчеты по методу наименьших квадратов, у нас ε возникает, так сказать, и, наверное, можно говорить о распределении ε на основе этих расчетов. То есть мы не должны априори восстанавливать, как ε распределено. Вы можете не параметрически получить функции распределения ядерной оценки плотности, но если вы сделаете какие-то предложения распределения μ и U, то вы можете получить вот эту величину, оценку U, оценку U. Нет, вот распределение ε, все-таки, относительно него, я могу предположить что-то, но по факту это будет другое распределение. Или я что-то не понимаю. Вы не знаете, что является фактом. У вас есть некоторый эмпирический набор ε1 и εn, ну, 800-1000 банков, но истинное распределение вам неизвестно. Это все равно некоторая модель просто. То есть истинного распределения нет, потому что эти U, они фактически не являются случайной величиной. Просто моделируете это как случайное величину, а они зависят от каких-то менеджеров, еще от чего-то там. Вот. От каких-то других факторов. Вот. Но здесь это просто как модель применяется. И вот два метода оценивания. Первый, что вы применяете метод наименьших квадратов, получаете набор ε. А дальше методом максимального правдобия, кстати, оцениваете σU и σV, подгоняете параметры под это распределение. Или с самого начала и β тоже можно оценивать. То есть вы можете считать, что здесь функция правдоподобия зависит от β, σV и σU, и одновременно оценивать все параметры. Ну, в последнее время, так сказать, делается от максимума правдоподобия обычно оценивается. Теперь дальше какие бывают, так сказать, ну, расширения этого до сих пор. Во-первых, это на панельные данные, потому что у вас, может быть, эти агропромышленные предприятия наблюдались каждое много лет, там, 10 лет каждая наблюдалась, или банки тоже наблюдались 10 лет. И, возможно, тогда больше сделать. И это то, что предложил Грин, где-то, примерно, в 2005 году, если правильно помню, предложил две True Random Effect и True Fixed Effect Model модели. И еще большее расширение этого предложил Комхакар, четырехкомпонентную модель. То есть здесь вот эта вот ошибка Epson, она разлагается в четыре компонента. Две из них – это случайные шоки, причем V – это случайный шок постоянный по времени, W – это переменный по времени шок, а U и XI – это неэффективности. Одна из них постоянная. Ну, в случае агропромышленных предприятий постоянная, может быть, земли не такие плодородные у этого агропромышленного предприятия, и это не меняется со временем. А XI – это, может быть, погодное явление, которое меняется со временем. Значит, соответственно, U и XI – это постоянная компонента неэффективности, транзиентная компонента неэффективности, зависящая от времени. Ну и, опять-таки, последнее время в качестве производственной функции берется не функция Коба Дугласа обычная, а более гибкая функция, которая называется... Попадает звук почему-то. Почему-то время от времени пропадает вдруг звук исчезает. А у всех? Ну, я не знаю, по крайней мере. Я не пропадал. Нет, не пропадает. А, ну, хорошо. Тогда, может быть, это метод. В качестве... Вместо функции Коба Дугласа берется более сложная функция, которая называется транслогарифмическая. То есть туда, кроме логарифма X, добавляются логарифмы иксов в квадрате и произведение логарифмов иксов, то есть второго порядка члены разложения. Она обладает больше гибкостью, там не обязательно постоянная отдача от иксов получается, отдача от иксов может быть переменной, она более гибкая, но у нее есть некоторые проблемы, она может не быть выпуклой, поэтому, так сказать, но поскольку она более гибкая, в большинстве прикладных работ сейчас используется транслогарифмическая функция. Кроме того, можно это обобщать не обязательно на техническую эффективность, бывает так называемая эффективность по издержкам. Сюда вы можете подставить вместо Y издержки производства, а все остальное в правую часть. То есть тогда вы производите, используя тот же труд, капитал, и производя то же количество табуреток, у вас меньше издержек. И вы можете сравнить фирмы, которые используют одни и те же input, используют одни и те же output, но с меньшими затратами. Но тогда функция ровно та же самая, идея вся та же самая, только UX надо с плюсом писать. Потому что, если это издержки, то неэффективность здесь с плюсом попадает. Ну и невероятное количество обобщений, это, кстати, взрывообразно растет литература, количество конференций, журналов по этому, по SFA. И в некоторых странах, как в Нидерландах, скажем, это введено даже в государственные законы. Если государство заказывает какой-то фирмы исследовать эффективность, скажем, энергораспределительных станций, то в техническом задании пишут, что они должны использовать Stochastic Frontier, чтобы, так сказать, в этом исследовании. Ну и надо сказать, что есть другая полоса этой деятельности, то, что называется Data Envelopment Analysis, оболоченный анализ данных, это обычно переводится, и это непараметрический подход к оценке технической эффективности. Но мы об этом сейчас не будем говорить, литература примерно делится, и конференции примерно 50 на 50 делится, так сказать, на параметрический подход, о котором я говорил с FAA, и непараметрический D. Изначально считалось, что параметрический несколько более продвинутый, потому что вы оцениваете, кроме коэффициентов β или кроме всяких других коэффициентов, которые содержатся в σU и σV, вы можете оценивать заодно и статистическую достоверность этих результатов, стандартные ошибки и так далее. А здесь это было невозможно. Но сейчас некоторые такие более продвинутые модификации D.E., где тоже какие-то можно делать статистические выводы о ваших результатах. Но в D.E. какие-то фирмы получают эффективность единицы, и вот это некоторый недостаток. Идея D.E. есть какие-то фирмы вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, это все точки. И в качестве вы строите многогранник такой. Да, выпуклую оболочку. Ну, выпуклую оболочку строите. Сейчас я сдвину назад. Вы строите, сейчас как-то я могу все-таки это сделать, чтобы нарисовать. Вы строите выпуклый многогранник, а эффективность вот этой фирмы это вы так нет, проводите вот так вот линию и говорите, что это отношение вот этого отрезка к расстоянию до границы. Ну, конечно. Но таким образом многие фирмы на границе они автоматически получают эффективность единицы, и если вы одну из этих фирм выкидываете, то все измерения существенно могут измениться. Да. Многогранник будет другой. Это некоторый недостаток. Ну, и потом вы не можете оценить вот эту эффективность, вы не можете оценить с какой точностью вы оценили. Вот она получилась там 0,7. В подходе SFA вы можете сказать, что 0,7 плюс-минус 0,1 или что-нибудь такое, а здесь этого не можете сделать. До сих пор. Ну, есть некоторые методы тогда. Хорошо, дальше. Ну, и таким образом вот я еще раз написал это уравнение. определение технической неэффективности это фактически матожидание U. Если безусловное матожидание, просто математическое ожидание U, это некоторая средняя неэффективность по всем фирмам, но вы можете неэффективность оценить для каждой фирмы отдельно, и это номер фирмы в качестве вот этого условного математического ожидания, подставив потом сюда это Epsilon, подставив сюда Epsilon с крышечкой потом. И это будем называть технической неэффективностью. И это обычно так называется. А вот это называется технической эффективностью. То, что у нас было. Ну, это теоретически, когда вы хотите их вычислять, надо сюда подставлять при условии Epsilon с крышечкой. Дальше вы можете моделировать, ну, чаще это моделировать сигмал, как какая-то логарифм сигма у, как какая-то линейная функция от параметров Z. Для чего это нужно? Вы можете потом оценить параллельно методу максимального правдоподобия, одновременно оценивать как коэффициенты бета, так и коэффициенты гамма. Вы просто выписываете функцию правдоподобия, которая зависит от этих коэффициентов гамма. Вы оцениваете эти коэффициенты гамма. И представьте себе, у вас коэффициент гамма получился положительным. Это означает, что если Z возрастает, то сигма возрастает. Ну, а что значит сигма возрастает? Вот это вот полунормальное распределение, если сигма возрастает, то от ожидания его тоже отползает вправо, тоже возрастает. То есть неэффективность возрастает. И вы тогда говорите, вот мы выяснили, что если вот этот параметр возрастает, то значит неэффективность возрастает, и тогда вот надо стремиться, чтобы фирмы держали параметр Z меньше. То есть какие-то policy recommendation можно делать на основании этого. Ну и это вот то, чем многие прикладные работы занимаются. Оценивают на каких-то реальных данных там неэффективно. Это, кстати, модель для банков и спекулируют, что вот у меня получилось при этом параметре скажем, размер банка гамма отрицательный. Значит, если размер банка увеличивается, то техническая неэффективность уменьшается. Поэтому надо увеличивать банки. Ну, какие-то такие вот можно сделать выводы. И большинство этим занимается. Теперь смотрите, на самом-то деле то, что вас интересует здесь, это вот не мотожидание U, а с экономической точки зрения вас интересует вот эта техническая эффективность. То, на что производственная функция умножается, за исключением, если убрать вот эти случайные шоки, то, на что эта функция умножается. То есть, фактически, вас интересует не техническая неэффективность, не Т и И, а как эти факторы Z влияют на техническую эффективность. То есть, что будет с технической эффективностью банков, если размер банка увеличить, например. вот, но семантически, так сказать, как бы каждому ясно, что если неэффективность убывает, то эффективность возрастает, наверное, просто по названию, да. Если неэффективность убывает, то эффективность возрастает. Да, семантически, действительно, синтаксически, действительно, это так, а по идее, это разные вещи. Ну, что значит, смотрите, если увеличивается, то Е в степени минусу уменьшается, это же ясно тогда, что это... Это верно, но... Нет, ну, это зависит от определения. Вот. Ну, нет, вот если убрать матожидание, то если У увеличивается, то Е в степени минусу уменьшается, да, так сказать, если вот забыть про матожидание. Вот. И поэтому во многих работах этим не очень заморачиваются. Люди применяют простейшие модели, нормальные, полунормальные, нормальные, экспоненциальные. Да. И говорят, что вот я вот получил, что сигма возрастает, значит, неэффективность возрастает, а эффективность уменьшается. И делают автоматически. И вот то, что на самом деле это Алексей Зайцев, который здесь тоже присутствует, инициировал, насколько это верно. Инициировал такой вопрос, да, насколько это верно. И потом придумал некоторые контрпримеры. Насколько это важно. Насколько это достоверно. Я за... Анатолий, можно я встряну? Дело в том, что какой-то близкий вопрос возникал у Ротаря, ну, лет 30, наверное, назад. Он тоже по... Если, скажем, матожидание и сигма квадрат там сдвигается куда-то, то значит ли это, что более лучшие распределения, он тоже приводил какие-то контрпримеры. Вы не слышали про это? Нет, к сожалению, не слышал. Было бы интересно, да. Он одно время очень гордился тем, что сделал вот такое замечание. Ну, там, как-то это называется, доминирование первого порядка, что ли, в общем, когда вероятности распределения сдвигаются, ну, ладно, я сейчас не могу точно сказать. Ну, это интересно посмотреть, было ли это похоже на это. Но, во всяком случае, вот в большинстве таких простеньких эмпирических работ, когда люди просто как в мельницу подсыпают данные и получают оценки гаммы и потом говорят, что вот как эти гаммы влияют на техническую эффективность, это неявно подразумевается, что если эта величина возрастает, то это убывает. Да. Для простейших моделей. И на самом деле это нигде не доказано. И то, что вот я дальше буду рассказывать, это, во-первых, мы это доказали. Нигде этого не было. Доказали это как для средних значений ТИ и ТЕ, так и для специфических для каждой фирмы. Потому что вот здесь вот этот ТИ это специфическая неэффективность этой фирмы, как она зависит от ЗЭТ. И здесь как эффективность зависит от ЗЭТ. Тут два, значит, средняя эффективность и средняя эффективность это просто мотожидание У или вот условное мотожидание УИТ при условии ЭПСИМУ. Два вопроса. Ну, и в литературе этого не было. Значит, мы аккуратно доказали это. Но надо сказать, что это вычисление несколько страниц занимает. Вот при принте это можно их найти. И второе, мы предложили контрпример некоторого распределения У, при котором это неверно, при котором, скажем, если вы изменяете ЗЭТ, и ТИ и ТЕ могут одновременно возрастать. То есть возрастает как мера неэффективности, так и мера эффективности. И тогда, мне кажется, этот пример немножко катастрофичен, потому что вы же не знаете, как на самом деле жизнь устроена. Вы навязываете нормальное, полунормальное распределение, вы оцениваете модель, получаете какие-то полиси рекомендейшн, ну а вдруг истинное распределение, оно вот другое, оно какое-то экзотическое. И тогда ваши полиси рекомендейшн о том, что вот это будет возрастать, а это будет, будут неправильные, они будут в обратную сторону просто. Вот об этом я и хочу дальше поговорить, что тут есть некоторая, так сказать, опасность. То есть мы с одной стороны показали, что если действительно такое распределение, как предполагается, то это правильно, что это возрастает, это бывает, или наоборот, что они в разные стороны изменяются. Но бывают такие случаи, такие распределения О, когда это не так. И к этому надо тогда внимательно очень относиться к полиси рекомендейшн, когда не делается каких-то пояснений, что только годится наше рассуждение, годятся только в том случае, если действительно истинное распределение. Я вот, видимо, пропустил сигма О и Т. как вы определяете, что такое сигма О и Т? Ну, простейшая модель для У это полунормальное распределение. Тогда сигма это параметр этого распределения. Сигма О, это вы берете параметр нормального распределения, сигма У, и берете модуль этого, это полунормальное распределение будет. Я понял, а для других распределений? Это дисперсия, сигма О это дисперсия, сигма О, стандартное отклонение. Да, стандартное отклонение. Это дисперсия, сигма У квадрат, дисперсия Вот, давайте дальше. Значит, таким образом, этих мер бывают две. Вот одни из них такие средние, усредненные, а другие специфичные для каждого, индивидуальные для каждого, для каждой производственной единицы. И если вы оцените, значит, тут два вопроса, которые задаются в статьях, и какой-то параметр Z может влиять на эти меры, на среднюю, что в среднем все банки становятся более эффективными, или что сделать, чтобы этот банк был более эффективным. Или ранжировать фирмы, это еще одно. То есть вы можете ранжировать производственный по эффективности. Вот сказать, что вот по нашим оценкам, вот пять наиболее эффективных банков, или там пять наиболее эффективных университетов, или там пять наиболее эффективных пиццерий, вот такие. Хорошо. Теперь стандартные модели. Вот тут написано, значит, нормальное полунормальное – это вот это, нормальное экспоненциальное – это вот это, которое наиболее часто используется. Ну и вопрос, верно ли, что вот маржинальные эффекты имеют всегда противоположные знаки. Для средних значений и для индивидуальных значений. То, что неявно в литературе предполагается, но не было доказательств. И мы придумали эти доказательства. Ну, для средних это более-менее очевидно, потому что вот для нормального экспоненциального, вот формы просто, один маржинальный эффект и другой маржинальный эффект, они явно отличаются знаками просто. Потому что здесь то же самое, а вот здесь вот отрицательный знак. Ну, для средних это просто. Для индивидуальных оценок технической эффективности и неэффективности формулы выглядят сложнее, но они явно и углеводятся. Здесь дальше большое эфи и маленькое эфи – это плотность и функция распределения стандартного нормального. Мюса звездочка – это зависит от индивидуального эффекта. Эпсилон – это разный для всех наблюдений, поэтому это вот для каждого наблюдения свое. Когда вы вычисляете производные от этого, вот одна производная вот такая, а другая производная вот такая, ну и фактически это сводится. Надо теперь показать, что эти знаки разные. Это сводится к некоторым свойствам функции стандартной нормальной плотности и распределения. То есть надо показать, что знаки вот этих выражений, они разные. Ну, это некоторая алгебра, которая занимает сколько-то становилось, потому что остальные множители здесь положительные. Это то, что нам удалось показать. Ну, это, так сказать, хороший знак. И то же самое мы сделали для пары нормальной, полунормальной, тоже обычно встречающаяся пара распределений. Для средних здесь это тоже более-менее очевидно. Вот один маржинальный эффект, вот второй. Этот, очевидно, так сказать, вот знак у них здесь множитель один и тот же, dsigma по dz. Дальше здесь коэффициент перед ним положительный, а здесь коэффициент зависит от вот такой величины. Ну, и есть просто факт, что вот это вот больше x величина. Тогда это гарантирует, что это тоже положительный. На самом деле есть несколько статей, статистиков старых, где исследуются вот всякие такие неравенства. Ну, что-то нам пришлось доказывать, но здесь вот этим неравенством можно было обойтись, просто известным неравенством. Для эффектов индивидуальных формулы для неэффективности и для эффективности чуть более сложные в случае нормального, полунормального распределения. И пришлось немножко больше ковыряться, больше страниц использовать, чтобы доказать, что они имеют разные знаки. И таким образом, если вы делаете реальные, на реальных данных что-то оцениваете, используете одну из этих стандартных простеньких моделей, то если действительно действительность устроена в соответствии с этой моделью, то все в порядке. На самом деле, еще давно было замечено, что когда начали оценивать это все, ну вот хорошо, мы можем использовать нормальную экспоненциальную модель, нормальную полунормальную, нормальную гамма, и мы будем получать разные оценки эффективности в зависимости от того, какие предположения мы навязали реальности, реальной действительности. Но, к счастью, оказалось, что это не так уж существенно, что выводы, полученные на большинстве, так сказать, реальных данных, они не зависят от модели для неэффективности. То есть полунормальную, или взять полунормальную модель, или экспоненциальную модель, или гамма-модель, что примерно качественные результаты не различаются. Поэтому, так сказать, вначале много внимания обращали на то, какую модель взять, но потом стали меньше, потому что большинство работ показывают. Хотя, конечно, смоделировать данные, искусственно смоделировать данные, когда эти разные модели, нормальная полунормальная, нормальная экспоненциальная, могут дать разные результаты, ну, это можно, да, но на реальных данных так не получалось. И теперь вопрос, кстати, встал, верно ли тогда вот это для всех распреднил, что знаки маржинальных эффектов разные. И вот то, что Алексей Зайцев предложил. Давайте возьмем простейшую модель для У – дискретное распределение. То есть У принимает только два значения, У1 и У2, с некоторыми вероятностями. И П – это параметр… У1, У2 и П – это параметры распределения. Ну, вы можете сказать, что в действительности такого не бывает, так сказать. В экономике такого не бывает. Ну, да, точно такого не бывает, но представьте себе модель, что у вас есть, там, скажем, банки, и там ровно два типа менеджеров. Одни эффективные, другие не такие эффективные. Ну, вы можете сказать, и тогда это модель, и, так сказать, в какой-то доле банков одни менеджеры, кому уж как повезет. Вы можете сказать, что такого тоже не бывает. Ну, хорошо, но всякое такое дискретное распределение можно приблизить смесью нормальных, с маленькими дисперсиями. Ну, тогда уж точно, может быть, одни менеджеры, там, закончили какие-нибудь хорошие университеты, другие не закончили, у них есть некоторый разброс, но все равно их два типа. Я уж не говорю о других причин, по которым менеджеры могут быть двух типов. Ну, хорошо, тогда здесь можно посчитать явным от ожидания, явно посчитать техническую эффективность от ожидания, если в степени минусу. И это средняя неэффективность и средняя эффективность. Дальше я буду показывать некоторые модели просто. То есть, вот решили, что вот такая модель, U1, U2, и они зависят от некоторого параметра Z. P зависит от Z и U2 зависит от Z, а U1 фиксированы. Z вот в таком диапазоне мы моделируем. Z, и можно тогда нарисовать графики просто. Вот здесь вот график Z, а здесь σO от Z, или она же неэффективность. И это почти линейная функция, то есть с ростом Z растет неэффективность. А здесь можно построить график вот этой средней эффективности технической. И вот здесь, опять-таки, та же самая величина Z, а здесь график технической эффективности. Ну, и заодно график технической неэффективности. Вот синенькая это неэффективность, а здесь эффективность. И вы видите, вот на диапазоне примерно от 10,5 до 17, они оба растут с ростом Z. То есть одновременно средняя техническая неэффективность и эффективность здесь с ростом параметра Z растут. Просто, так сказать, эмпирический факт для вот такого распределения и такой функции Z. Ну, хорошо. Другие симуляции. Значит, мы симулируем тысячу раз. X равномерное распределение на 2,7. V это симметричное распределение с параметром σ2 0,25. Нормальное. Нормальное, да. Это нормальная ошибка симметричная. Z равномерный на 9,17. U 0,1. U 2 вот так вот зависит от Z. P вот так вот зависит от Z. И мы случайно выбираем U1 и U2 в зависимости от того, какой R. R тоже случайная величина. Разыгрываем. И в зависимости от P и этого. P и это вот так от Z зависит. Берем одно U1 или U2 и другое U2. И вот генерируем такие данные. Очень простейшие модели. Мы генерируем такие данные в соответствии с таким вот примером. Мы считаем, что реальная жизнь вот таким образом устроена. Но теперь мы имитируем исследователя, который не знает, как устроена реальная жизнь, а применяет стандартную модель. Применяет к этим данным стандартную нормальную экспоненциальную модель. Но он знает, что неэффективность от этого параметра Z зависит. Поэтому он еще моделирует неэффективность, как логарифм σO от Z равно линейной функции от Z. Ну, простейшее, что можно сделать. И он оценивает эти данные, вот эти Y и X. Эту модель оценивает с помощью SFA, нормальной экспоненциальной модели. И вот это вот результаты этого оценивания. Это вот получились такие оценки параметров для σO, вот для γ. Ну, значит, тогда он может по формуле техническую эффективность оценить, соответственно, подставив сюда σO. И получается вот что. Смотрите, что на этих графиках для этого. Вот это вот здесь Z, а здесь σ. Ну, и синенькая – это истинная σO, которая рассчитывается вот по этой дисперсии У, вот такая вот истинная. А пунктирная линия – это то, что получилось вот по этой оценке, вот этой экспоненте. Ну, здесь большого криминала нет, качественно в одну сторону. То есть, если вы Z увеличиваете, то растет неэффективность. С этим все хорошо. Посмотрим на графики технической неэффективности, технической эффективности. Синенькая – это оценка, полученная по этой модели. АТИ – это расчетная величина, которую вот по этой формуле нужно рассчитывать. Мы же точное распиление как бы знаем. Ну, и получается, что, опять-таки, вот если взять вот этот вот диапазон, то они в разных направлениях просто. То есть, истинная техническая неэффективность, если бы мы знали правильное распиление для У, она бы здесь возрастала по технической эффективности, а наша оценка убывает. И мы можем прийти к неправильному полюсу рекомендейшнам. Если мы применяем вот эту нормальную экспоненциальную модель к такой действительности, которая в соответствии с этой дискретной моделью сгенерирована. Значит, вот это уже несколько тревожно. Мы можем получить неправильный полюсу рекомендейшн. Хорошо, еще один пример. Теперь мы смотрим еще одни симуляции. Значит, мы вот симулируем вот такой, на этот раз немножко по-другому Z входит. Z входит в U. Мы задаем значение U1,0, U2,0. И потом реальное U увеличиваем на Z, умножаем на Z. Ну, и здесь можно получить, значит, индивидуальные эффекты для маржинальной эффекты для технической эффективности для каждой фирмы отдельно. Ну, довольно громоздкое выражение получается, но такое алгебраическое, ничего страшного. Здесь W вот это, W вот так вот обозначаются, эти обозначения сюда вставлены. Ну, это просто ту формулу аккуратно рассчитать условным от ожидания, аккуратно продифференцировать. Это чисто, кстати, арифметика. И дальше мы смотрим, теперь мы смотрим уже индивидуальные маржинальные эффекты, до сих пор мы средними обходились, индивидуальные маржинальные эффекты для технической эффективности. Да истинной, здесь мы ничего не оцениваем, для истинной технической эффективности, если действительность устроена в соответствии с такими распределениями. И вот это вот эпсилон, это эпсилон, но оценка эпсилона на самом деле, она разная для всех. Мы потом будем подставлять сюда оценку эпсилона. Это разная для всех, это V минус U, разная для всех фирм. И это как маржинальный эффект зависит от эпсилона, от фирмы фактически. И получается, что этот маржинальный эффект для некоторых фирм положительный, а для некоторых отрицательный. А если мы оцениваем нормальную и полунормальную модель, то мы получаем, что этот маржинальный эффект для всех фирм одинаковый. То есть мы говорим, что если размер банка увеличивают, то это для всех банков увеличит техническую эффективность. Это следствие простейшей нормальной экспоненциальной модели. То есть это еще одно предупреждение, что ситуация может быть устроена так, что эти индивидуальные маржинальные эффекты будут иметь разные знаки для разных наблюдений. Еще одно тоже пример с дискретным распилением. Опять мы делаем симуляции, но может на этот раз я не буду подробно описывать, они вот здесь описаны, эти симуляции. Опять мы вот такой вот генерируем Y в соответствии с этим предложенным процессом и вычисляем техническую эффективность. Мы оцениваем, вот это точно техническая эффективность, мы просто по формулам можем ее оценить. Для дискретного распиления это не так сложно, для смеси нормального и дискретного. И мы можем оценить техническую эффективность. И теперь будет вопрос о ранжировке. Хорошо. На самом деле Виктор Мирорович еще с самого начала сказал, что эти технические эффективности только относительные величины. То есть если вы сравниваете, скажем, эффективность банков в России и во Франции, ну в Америке лучше там больше банков, в России и в Америке, и получается, что у одного банка эффективность 0,7, а у банка в Америке тоже эффективность 0,7, то эти цифры нет смысла сравнивать. Потому что 0,7 – это некоторая относительная эффективность этого банка в России, а 0,7 – это относительная эффективность того банка в Америке. И нельзя сравнивать эти два банка. Если бы вы смешали все это в одну кучу каким-то образом, то вот тогда бы можно было сравнивать. Но когда вы по отдельности оцениваете, нельзя сравнивать. Ну и по сути нельзя, потому что эти банки оперируют в совершенно разных макроэкономических условиях, разные юридические там ограничения на деятельность банков. Поэтому вот по разным наборам данных оценивающих эффективность сравнивать нельзя. Ну это как учеников в разных школах, а по отметкам. Ну, вроде того, там злой учитель попался или не злой учитель попался, скажем, да. Это совершенно точно, да. Значит, тут можно сравнивать. Но, тем не менее, ранжировка не должна бы зависеть от того, какую модель вы оцениваете. Все-таки делать ранжировку по эффективности, хотели бы сказать, что вот эти пять наиболее эффективны. И вот смотрите, потом эффективность и бывает. Ну и опять-таки, для вот этих сгенерированных данных мы можем посчитать точную техническую эффективность, а можем посчитать оценку технической эффективности по нормальной экспоненциальной модели. И вот картинка, которая получается. Вот смотрите, здесь техническая эффективность, истинная, а здесь оценка технической эффективности. Мы-то ожидали какую-нибудь кривую вот типа вот так вот, что чем больше одно, тем больше другое. Ничего подобного. Более того, если выделить некоторую специфическую область, выделяем их по остаткам, эпсилон. Но в некотором смысле это некоторая характеристика фирмы, эти остатки. То есть это какая-то однородная выборка фирм. И для этой однородной выборки фирм будет все в обратную сторону. То есть мы будем думать, что вот эти фирмы самые лучшие, а на самом-то деле они худшие. То есть у нас будет неправильная разжировка фирм по эффективности. Значит, вот эти вот все примеры, это некоторое предупреждение, что могло бы быть, если вы такую простую стандартную модель применяете к ситуации, когда распределение нормальное плюс дискретное какое-то. Ну, дискретное еще может зависеть от Z, поэтому оно немножко размывается. Теперь вопрос, ну хорошо, но мы же не знаем, какое истинное распределение его. Что же теперь с этим делать? Ну и какой-то нужен ответ на это. Что является причиной такого плохого, так сказать, эффекта, такого неправильного, нехорошего поведения действительности. Вот. Тогда вот... А, еще, когда мы докладывали на семинарах, нам первое, что там вот есть такие гранды, там Шмидт, Грин. Шмидт нам сделал замечание, что, ну, ваша нормальная дискретная модель, она, конечно, вот вы там вычисляли формулу, но она не идентифицируема. Она не имеет экономического смысла, потому что она не идентифицируема. Ну, на этой картинке просто прекрасно показано, что она вполне идентифицируема. То есть, если мы к тем же данным, еще можно выписать, конечно, функцию правдоподобия для нормальной дискретной, аккуратной и ценить. И вот синенькая – это результаты оценки по нормальной дискретной модели. А оранжевая и зеленая – это по нормальной экспоненциальной, нормальной и полунормальной. То есть, вот здесь вот истинные, здесь оценки. Ну, если мы оцениваем правильную модель, получается более-менее, так сказать, монотонная из левого угла в верхний правый. То есть, это все были возражения несерьезные. Но вот это вот, это для того же последнего примера распределение, эмпирическое распределение плотности вот этих тысячу значений, ядерная оценка плотности. Ну, и она смесь получается двух, почти двух нормальных. И может быть в этом причина, так сказать, плохого поведения, что распределение не унимодальное, а бимодальное. И вот это вот причина нехорошего поведения вот этой нашей дискретной модели. Потому что, на самом деле, когда мы параметры P и U зависели от Z, мы фактически размывали это в смесь нормальных, так сказать. Но поскольку вы не знаете U, вы не можете нарисовать график U для реальной действительности. Но что вы можете сделать? Вы можете, по крайней мере, оценить Epsilon, например, просто методом наименьших квадратов, и построить график Epsilon. Ну, и методом максимального правдобия. Кстати, графики для Epsilon примерно одинаковые, что максимального правдобия их оценивать, что методом наименьших квадратов. Потому что метод наименьших квадратов дает состоятельные оценки для бета. Ну, и вот ядерные оценки плотности для остатков в этом случае. И тоже видно, что это двугорбая. И таким образом, то, что мы хотели бы сказать, что рецепт такой, что вот вы сделали оценки, и стоит посмотреть на плотность распределения Epsilon. И если вы увидите, что Epsilon имеет двугорбое распределение, то вот надо озаботиться, что все ли тут в порядке с моими policy recommendation для этого примера. Ну, вот этот месседж в этом докладе, который мы хотели сделать. Сейчас на какую-то теорему можно доказать, что если унимодальное распределение, то все в порядке? Вряд ли. Мы с трудом доказали, что если это нормальное полнормальное и нормальное экспоненциальное, это несколько строительных... То есть это ваша гипотеза, что дело в... Ну, моя интуиция тут говорит, что, ну, наверное, что если унимодальное, то это так, но доказать это я не знаю как. И думаю, что, может быть, даже это не 100% правда. Понятно. Хорошо. Значит, вы таким образом закончили, и осталось время для вопросов. Кто хочет задать вопросы? Ну, у меня не вопрос, а скорее, ну, какое-то соображение, что если у нас вот это, как на последней картинке, бимодальное или двухгорбое, то это свидетельствует о каком-то, ну, я не знаю, феномене с исследуемым объектом. Что там, ну, как бы не один объект, а два, ну, может быть, три там какие-то, и нужно совсем как бы по-другому подходить. Не, ну что это означает, что не один объект, а два? Он один, банк один. А что значит, что там два банка? Не банк один, тут же набор банков каких-то, и часть банков, ну, как бы, какие-то одни, ну, может быть, государственные, часть другие какие-то, и поэтому надо как-то по-разному вообще смотреть. Ну, вообще, это очень часто, действительно, у вас бывают фирмы государственные, не государственные, бывает директор фирмы мужчина, женщина, бывает фирма расположена там в большом городе, в мекополисе или в маленьком городе, часто встречается, и это... Ну, вот, у меня-то, как бы, вопрос, может быть, связанный с этим. Есть предположено, что у всех объектов одна и та же производственная функция. Да, ну, вот, насколько это сильное предположение по факту? Сильное. Ну, насколько сильное предположение? Ну, чтобы что-то вычтеть, вам приходится его делать. Ну, можно ли как-то проверить это, что, да, действительно, мы имеем право считать, что у всех там банков рассматриваем производственные функции одна и та же. Я немножко переформулирую этот вопрос следующим образом, что, смотрите, вы здесь навязываете форму производственной функции, и в рамках этой производственной функции делаете ваше вычисление. Вы навязываете форму производственной функции. Поэтому, действительно, на мой взгляд, хорошим тоном является то, что иногда люди делают, в связи с этим я пытаюсь это в работах делать, что хорошо. Давайте мы рассмотрим разные примеры. Рассмотрим функцию Коба-Догласа, рассмотрим транслог-функцию, рассмотрим неполную транслог-функцию, куда включаются только квадраты, а попарные произведения не включаются, и посмотрим, зависят ли наши выводы, качественные, о влиянии фактора Z или оранжировке предприятий от этого факта, от того, какой вид производственной функции вы выбрали. И если не зависит, то это некоторый хороший признак. Значит, наверное, в ваших выводах что-то есть такое, что соответствует реальной действительности. Если, получается, разные ответы для разных, то это плохой знак. Получается, что от того, какую производственную функцию вы навязываете в действительности, ваши результаты, ваши policy recommendation зависят, что не есть хорошо. Ну вот, конечно, мой вопрос все-таки... Да, я тоже думал, что Витин вопрос в другом состоит. В другом. Нельзя ли распить множество банков... Да, распить множество банков так, чтобы у каждого множество своя производственная функция, и они различались. Может быть, таким образом мы получим более точный ответ на вопрос. Ну, более точный вы не получите, потому что меньше наблюдений будет в каждом этом самом... Нет, нет, а нельзя ли сравнивать их по эффективности, несмотря на различие производственной... Нет, если вы оцениваете в разных выборках, вы уже не можете эти цифры сравнивать. Только относительные цифры относительно этой выборки. Ну, я возьму, например, может быть, даже вид функции производственной один и тот же, а параметры ее, значит, у меня разобьются на два класса. Вот, значит, одно множество банков, подножество банков обладает такими-то параметрами, другое такими-то. Что значит параметры другими? У одних вы учитываете труд, у других труд не учитывается, или как? Ну, нет, просто я беру одно подножество и подбираю параметры. У меня, оказывается, параметры одни, другое подножество, параметры другие. Ну, если вы отдельно оцениваете, так и получится, но сравнивать техническую эффективность после этого нельзя. Потому что оценка технической эффективности всегда получается относительно этого множества банков, относительно этого множества фирм. Это относительная пониция. Подходом формируются критерии экономической эффективности этой деятельности. Какие аргументы у вас существуют, чтобы отказаться от рассмотрения критерий экономической эффективности в пользу технической эффективности? Это возможно, если у вас оценка экономической деятельности связана с какими-то провалами и так далее. Чем вы мотивируете необходимость и желательность перехода к оценке технической эффективности человеческой деятельности? Ну, это не человеческая деятельность. Деятельности предприятий все-таки, но, наверное, человеческой тоже можно как-то отдельно предприятий. Нет, не человеческая деятельность является предприятие, не предприятие. В конечном счете, это так или иначе связано с некоторыми целями этого предприятия. В конечном счете, оценивается человеческая деятельность с помощью критерий экономической эффективности. Зачем нужно отказываться от этого критерия в пользу нового критерия? Тогда от какого критерия? Прибыль на единицу затрат? Ну, это разное там. Это зависит от цели. Например, я хочу завоевать рынок. Это один критерий к эффективности. Зависит от тех целей, которые ставятся перед этой человеческой деятельностью. Один менеджер ставит перед собой одну задачу, другую задачу. В соответствии с этим каждый раз формируются некие критерии экономической эффективности. И, соответственно, потом оценивается действие предприятия или среды по тому, насколько успешны были действия по достижению этого критерия. У вас другой подход. Вы говорите, я экономическую деятельность не рассматриваю, с этой точки экономической критерии не рассматриваю. Я перехожу к технической, то есть границе производственных возможностей. Чем мотивируется вот этот отход от традиционного экономического анализа? Сергей, извините, может я вмешаюсь. Ничего неэкономического на самом деле в этом подходе нет. Нет, его просто нет здесь. Нет, как же нет. Мы сравниваем. Как же нет. Мы оцениваем эффективность использования ресурсов. Эффективность использования ресурсов. Одно предприятие более эффективно использует ресурсы, и другое менее эффективно. Здесь это экономический подход. Один из возможных экономических подходов. Я тут согласен. Не надо противопоставлять, это один из возможных подходов для оценки экономической деятельности. А как, когда найти трейдов между традиционным подходом и этим? Ну, традиционного, однозначного нет. Вы сами сказали. Ну, не однозначного, конечно. Конечно, верно. То есть, на самом деле, есть разные варианты оценки эффективности экономической. Ну, конечно, конечно. Я согласен с этим. Можно я переформулирую немножко вопрос? Вот нельзя ли, у меня был аналогичный, так сказать, вопрос, вот нельзя ли действительно установить какую-то корреляцию между тем, что получается, упорядочение получается по этому методу, и упорядочение по каким-то, так сказать, действительно простым экономическим критериям. Ну, скажем, темп развития банка, да, вот экономически эффективный банк, наверное, должен быстрее развиваться. Ну, или как банк, как денежная машина тоже, наверное. Да, да, да. Вот, например, так. То есть, не пытались ли как-то те, кто этим занимается, сопоставлять ранжирование, которое получается этим методом, с ранжированием, которое получается по другим критериям? Да, да. Да, да, да. Ну, и что получается? Получается, не коррелировать фактически. Не коррелировано совсем, да. То есть, это разные направления изменения. Так что у вас еще вопрос был? Второй вопрос у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, вот какие трудности придется или приходится преодолевать при переходе от анализа стилизованных моделей, то есть моделей, вашей модели, на стилизованных таких данных, к анализу реальных данных? Какие здесь основные проблемы, которые приходится преодолевать для того, чтобы использовать эту модель? Обычные эконометрические проблемы, нужно иметь достаточно большое количество данных. Нет, если идет об интерпретации данных, сбор данных, потому что тут уже вероятность есть. Есть основная проблема, как установить эти вероятностные зависимости. Нет, нет, я же говорю, что обычно результаты на обычных экономических данных, они не зависят от того, что вы возьмете нормальную и полнормальную модель, нормальную экспоненциальную. Нам надо просто взять достаточно качественные данные по банкам, они на данных на сайте Цитробанка присутствуют, или на специальных агентствах, там типа Интерфакса. И программы тоже существуют, вы просто моделируете, так сказать, специфицируете вашу модель, от чего там у вас может Сигма-У или Сигма-В зависеть, разные, можете оценивать эти модели, более сложные. Мой вопрос, Антон, связан вот с чем. Одно дело, банк находится в некоторой неопределенной ситуации, например, он не знает, кто к нему приходит, сколько клиентов, какие они делают депозиты, какие они кредиты берут и так далее. А другое дело, когда у банка есть представление о некотором случайном процессе, который формирует эти показатели. Первый случай, когда у банка есть представление об этих случайных процессах, которые на самом деле моделируются. А второй случай, когда он этого не знает, ему приходится иметь просто с неопределенностью по всем этим параметрам, это другая задача. Но мы не решаем задачи отдельного банка. Мы смотрим на банковскую систему, там 800 банков, и мы смотрим со стороны вот таких банковских. Спасибо. Хорошо, есть ли еще вопросы? Можно? Да, пожалуйста. Ну вот, сразу я довез к этому предыдущим вопросам. Дело в том, что в любом банке о клиентах все знают, конечно. У них есть система вот этих наблюдений, кто приходит, зачем все это фиксируется. Есть система электронных очередей, которая позволяет, частности, решать близкие задачи, которые сейчас рассматриваются. Насчет эффективности работы, скажем, персонала, сидит операционист, и система электронных очередей позволяет смотреть, сколько времени тратит какой-то, каждый операционист на работу с одним клиентом, который приходит там за какой-то услугой. Кредит или консультации, или там депозит, депозит, депозитарная ячейка или что-нибудь еще. Это все в банках очень автоматизировано, поэтому правильно говорят, что современные банки, они сами по себе, по сути дела, становятся вот эти айтишные компании с банковской лицензией. Сбербанк, да, то есть, может, к этому идет со своими вот этими всякими экосистемами, вот этими макетплейсами и так далее, и Центробанк к этому идет. А если американские, брать там банки-то с вами между собой нельзя, потому что они по закону Глаза Стигала, уже давно как бы банки делятся отдельно на инвестиционные и на коммерческие, которые работают с населением. Деньги, скажем, инвестиционные не могут идти в депозит, по которым будут выдаваться кредиты, вы знаете, после Великой депрессии. Тут нужно рассматривать исторические, скажем, и регуляторные, потому что ФРС, он четко устанавливает те операции, которые могут делать банки, тем более у них там, по-моему, три яруса возле от нашей банковской системы, штатовские, там частные банки, есть даже вот private banking подразделения. Вот по поводу, правильно вот здесь говорят про техническое, терминология действительно она немножко идет от индустриальной эпохи, наверное, техническая эффективность, неэффективность. Может быть, более такое универсально-функциональное, которое можно и экономически, и организационно эффективно сюда, технологическую можно сюда вставить. Но чтобы вот это все как-то по отдельности рассматривать, очень тяжело, потому что любую производственную единицу, вот это предприятие, оно, по сути дела, система очень интегрирована. И отдельно вычленить, скажем, организационную эффективность от технологической, тяжело, это на простых предприятиях, скажем, где сборочные линии, конвейерные есть, там можно как-то вот это вычленить насколько. Речь идет об определениях, по поводу которых все-таки обычно не спорят. Но за 70 лет установилась эта терминология уже. Нет, мы все равно думали это адаптировать под прогресс, я думаю, чтобы вопросов не возникало. Меня интересует такой момент, вот вы говорите про сравнение еще, вот вы можете сравнить, скажем, компанию, компанию, которая руководит Илон Маск, скажем, Тесла и SpaceX с нашими, там, соответственно, автовазами Роскосмоса? Я думаю, ответ очевиден без всяких мат-методов, вот. Но, конечно, нет, потому что все-таки, когда, это как в любой эконометрической модели, когда вы применяете модель, вы все-таки предполагаете, что эти... Однородность данных. Более-менее однородные. Когда вы туда включаете Илон Маск, у вас нет 10 или 20 Илонов Масков или подобных предприятий, поэтому, кстати, это не так. Ну, и потом трудно их в одну модель уже, в одни данные, включить все эти. Что касается банков, то ФРС занимается такими же исследованиями технической эффективности банков, ну, конечно, там разделяются на виды банков и все, но, на самом деле, сотрудники ФРС тоже активно работают с этими СФА-моделями. Да, причем сотрудников ФРС в несколько раз меньше, чем сотрудников Центрального банка Российской Федерации. Вот по поводу тех же банков, все-таки это не производственные единицы, это они оказывают услуги, вот, сфера услуг, у них не продукты, а услуги. Нет, смотрите, в этой парадигме вы рассматриваете все эти предприятия как производственные единицы, как черные ящики, у них есть входы и выходы, все. Производство услуг тоже может быть описано, в принципе, производственные функции. Так, есть ли еще вопросы? Ну, вот, у меня, что ли, вопрос, замечание. Довольно удивительно, что, вот, Анатолий Абрамович, вы сказали, что, значит, в процессе управления используется этот метод, и, так сказать, как бы предлагается сравнивать все-таки банки вот по технической эффективности, используя тот метод, о котором вы рассказывали. У меня это вызывает удивление, почему именно этот метод, значит, навязывается в качестве сопоставления, когда вы говорите, что сопоставление по другим критериям, оно, как бы, приводит совершенно другим выводом. Вот, можно это как-то объяснить? Это какое-то лоббирование авторов или что? Вы знаете, нигде ничего не навязывается. Вы до этого правильно сказали, что это один из возможных инструментов оценки. Ну, а почему вы упомянули о том, что это в инструкциях даже в каких-то... Вот в некоторых странах, в Голландии... Да, вот почему они ввели вот именно это, а не что-то другое? Нет, возможно, там что-то другое тоже есть, но прописано, что это обязательный элемент отчета должен быть. А почему обязательно-то? Нет, ну, так вот. Нет, ну, вот это странно. ГОЗА КАСТ у них. Да, понятно. Ну, хорошо, да, если нет больше вопросов, тогда нам, конечно... Хотел все-таки привлечь внимание Анатолия к работе Ротаря. Какие-то близкие вопросы он там обсуждал, и, может быть, интересно было бы авторам взглянуть на... А как их разыскать или как, Владимир? Ну, я не знаю, вроде какой-то конкретной статьи я не знаю, а он, ну, на семинаре где-то тоже выступал, что-то докладывал, что убеждал, что вот смотреть только нам от ожидания и дисперсию этого, ну, распределения. Это мало, чтобы сказать, насколько это, скажем, распределение хорошее, ну, с какой-то там... Анатолий Иванович, надо с Таней Белкиной поговорить. У нее, по-моему, что-то есть. Ну, это вот идея сток доминирования. Да, стокнотическое доминирование, все это в одно... Ампера второго рода, как раз сравнение распределения в зависимости. Нет, но это все-таки не то. Это немножко... Это немножко не то, но вот это, видимо, то, о чем говорил Данилов. Не одно к одному, но какой-то общий тренд тут есть. Ну, может быть, да. Нет, общий тренд, я вижу, что в двугорбости распределения есть некоторый подвох. Недавно вот Татьяна Ратникова мне говорила, что у них это получается при оценке дискретных моделей, моделей дискретного выбора, там тоже вот такой эффект появился, что вот когда, если моделировать двугорбы, какой-то там... Я точно не знаю, о чем она говорила, но она, когда слышала этот мой доклад, сказала, что вот у них тоже получается, что двугорбы распределения нехорошие. Ну, не более того. Так, ну что, вопросы исчерпаны. Спасибо большое за доклад. Мне кажется, он был очень интересным, действительно. Ну вот, что здесь вызывает удивление, что полученное ранжирование этим методом, оно оказывается некоррелированным с ранжированиями по таким интуитивным экономическим показателям. Вот это как-то очень подозрительно. Если какая-то фирма действует более эффективно, можно предположить, что она будет быстрее развиваться, или что у нее будет более высокий, значит, более высокая прибыль, или что-то в этом духе. И если этого не происходит, то, в общем, нужно задаться вопросом, а почему? Ну, я не сказал, что это категорически не происходит, но это не коэффициент корреляции между этими спирами, между этими ранжировками, даже не 0,7, а обычно гораздо меньше, чем 0,7. Ну, вот об этом идет речь, значит, что-то есть неправильное, либо в этом методе, либо в других методах ранжирования. Но другие методы кажутся довольно естественными. Если я смотрю, ну, например, на развитие фирмы, вот фирма развивалась достаточно быстро, быстрее, чем другие. Да, и, да, наверное, это хорошая фирма, но почему она при этом, может быть, технически менее эффективна, чем другие, вот это некоторая загадка. То есть здесь все-таки есть некоторые... Нет, это можно легко объяснить. Она развивалась, она вкладывала большие деньги в развитие, в новое оборудование, в новые станки, и на это уходили деньги, и она меньше производила. Поэтому у нее техническая эффективность меньше будет. Она при тех же затратах производит меньше. Нет, но... В общем, будет больше. Это означает, что понятие технической эффективности надо обобщать. Что оно неверно, не точно, на самом деле, сформулировано. Что мы должны учитывать, ну, например, динамику в этой эффективности. То есть не просто, сколько мы сейчас выпускаем, да, а сколько мы, так сказать, наращиваем, с какими темпами мы наращиваем выпуск, или, значит, какой потенциал мы получаем до будущего развития. То есть это означает, что нужно обобщать эту модель, что она, так сказать, не ухватывает очень существенную часть действительности. И я думаю, что на самом деле в этом есть определенный смысл. Вот это самая, ну, я бы сказал так, вот непосредственная задача сделать эту модель динамической. Ну, в каком-то плане, вот когда вы используете панельные данные, это в каком-то плане используется, да, такая идея. Нет, но просто у вас сама производственная функция фигурирует, как мне, так сказать, в конкретный момент времени. Давайте построим динамическую модель и попытаемся оценить в этой динамической модели эффективность. Ну, вот один из вариантов. Мне кажется, здесь есть перспектива определенная, хотя понятно, что это сложно, так сказать, но тем не менее. Хорошо, еще раз громадное спасибо. Я думаю, всем было интересно, мне было очень интересно послушать. В общем, действительно, так сказать, замечательное направление исследования, которое имеет, ну, такое непосредственное отношение к реальной практике и использует, в общем, все-таки не такой, что реальный математический аппарат. Это всегда очень приятно. Спасибо большое. Спасибо за возможность выступить на семинаре. Ну, вот, теперь я объявляю тему следующего заседания. Как обычно, через неделю, 8 декабря, у нас выступает Ариана Ламберд-Магильянская, значит, из Парижской школы экономики. У нее есть соавтор Мирей Хиралео Ассулин. И тема потрясающая, на мой взгляд, интересная. Называется так. «Радикальный активизм и саморегуляция. Механизм оптимальной компании». Значит, речь идет вот о чем. Есть активисты, которые стремятся обеспечить соблюдение фирмами высоких экологических стандартов. Эти самые активисты могут предпринимать определенные действия с тем, чтобы воздействовать на общественность и воздействовать на эти фирмы. Спрашивается, как они должны эти действия спланировать. Ну, вот замечательно то, что здесь, ну, не просто рассуждение, а здесь будет представлена некоторая модель, которая описывает поведение активистов и оценивает результаты их деятельности. Живая очень тема, тоже выглядит очень прикладной и замечательно, что ее можно исследовать, можно исследовать, в общем, с помощью математических методов. Я думаю, нам будет интересно. Приходите, пожалуйста, на следующий семинар. Еще раз. Как правильно бузить. Как правильно бузить, да, совершенно верно. Как бузить оптимальным образом. Ну, хорошо. Еще раз спасибо докладчику, спасибо всем участникам и до следующего второго. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok